Презинференция не случайна, я думаю, что вы знаете о последних событиях, которые происходили в стране в начале продолжения, точнее, я бы так сказал, компании давления на адвокатов в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности. К сожалению, проблема эта не на банк, и, в общем-то, положение протокуры в Беларуси является постоянным предметом для критики, как со стороны правозащиты от организаций Беларуси, так и международных. Республика Беларусь постоянно получает соответствующие рекомендации от тех же договорных органов, от Организации Соединенных Наций, Кремитета против быта, Кремитета права человека, о необходимости изменения законодательства о благотуре и необходимости создания действительно независимого института благотуры. И, в общем-то, вырисовывается определенная тенденция, уже я бы сказал, когда в стране начинается кризис с правами человека очередной, начинается и в компании вот такого давления на адвокатов. Все вы помните 2010 год, когда ряд адвокатов, которые работали по общественно-резонансным, но мы это называем, политически мотивируемым уголовным делам, были лишены лицензии, либо исключены из коллеги адвокатов. Можно вспомнить 2017 год, очередной кризис, вызванный применением декрета о Туняцах, так называемом, когда по стране прокатилась волна акций протестов и возбуждено было ряд уголовных дел, политически мотивированных, хотя бы можно вспомнить уже декрета патриотов, когда более старого человека находила следствие без ряда. Опять же мы видим такую компанию со стороны Министерства юстиции о неочередной кризис тации ряда адвокатов, которые по такому не случайному совпадению работали как раз по этим уголовным делам. И в общем-то для привлечения внимания со стороны международного сообщества по приглашению правозащитного центра Юстиана, тогда приезжала в Беларусь миссия Международной федерации по праву человека и Международная организация против пыток ОМСИТ и также члены парижских коллеги адвокатов, которые проводили ряд успехов с инвестицией. И в общем-то результатом чего стал вот такой вот доклад, но к сожалению время прошло, вот уже больше двух лет, но ситуация, как мы видим, не меняется. Поэтому сейчас я предоставлю слово Олегу Балаку, председателю Балаку, который расскажет о нашей оценке со стороны правозащитного сообщества, этой ситуации, что мы с этим делаем и что, наверное, еще можно сделать. Спасибо. Добрый день всем, коллеги. Спасибо за интерес к теме нашей работы и к нашим общим проблемам. И, конечно, работа адвокатуры всегда была в фокусе белорусских правозащитников, как часть реализации права на справедливый суд. Именно потому, что без этих инструментов, без справедливого суда, без адвокатуры, как важной составляющей этого процесса, этого понятия, этого права, невозможно обеспечивать более-менее реальное функционирование прав в стране. И я напомню, что давление на адвокатуру было одним из первых элементов, ну, не самым первым, но одним из первых элементов установления в стране такой авторитарной системы, которую мы видим уже, сложившейся за последние годы. В 97-м году, еще сразу после конституционного референдума, референдума, на котором изменили баланс властей в целом в стране, вот в 97-м году был указ по адвокатуре, указ президента, который начал, ну, и без того, не самую лучшую, как бы еще сохранившуюся в советских времен, практику регулирования адвокатуры, и ее еще дальше ломали через колено и всю систему, и конкретных адвокатов, которые готовы были отстаивать свои права, в том числе и право на профессии. Для адвокатов, как бы, это часть их права. И все это время эта тема была у нас, конечно, в фокусе. Мы занимались, я напомню, еще в 99-м году был спецзакладчик по независимости судей и юристов Парам Кумара с вами, делал свой доклад, и тогда мы, это тоже, это было, его работа по многому опиралась на те исследования, те доклады, те наработки, которые были у правозащитников, и в результате нашей тесной работы тогда был очень качественный и очень системный доклад о проблемах, но, к сожалению, проблемы с той поры не решались, не только не решались, но и усугублялись. И вот, как уже Валентин сказал, мы отмечаем, каждый раз, когда идет какая-то политическая кампания серьезная в стране, после нее наступают репрессии, волна давления на политических активистов, этих политических активистов защищают адвокаты, и следом они становятся в фокусе репрессивной машины. Это было в 2010 году, люди лишались лицензии, это было в 2017 году. Сейчас мы видим тот же процесс, те же вопиющие нарушения. И что интересно, что мы отмечаем как проблему в целом чрезмерное, очень гипертрофированное контрольное функции со стороны государственных органов, Министерства юстиции, которое непосредственным руководителем этого процесса выступает, но мы понимаем, что интерес к этой, ну, что Министерству юстиции – это как бы внешняя часть айсберга, давление оказывается по контролю и по другим линиям, но вот как раз в ходе, после таких ярких политических кампаний, после проявлений таких репрессивных со стороны государства, возникают после этого проверки в отношении адвокатов, и именно те адвокаты, которые были наиболее активными и принципиально отстаивали свою позицию, позицию своих клиентов, своих подзащитных, они становятся объектом таких негативных в итоге последствий, хотя формально для этого используются просто процедуры, которыми контролирующие органы наделены. И мы об этом регулярно обращали внимание и государственных органов, и международную общественность, и те механизмы, которые существуют в доступном нам ООНовском пространстве. Я имею в виду, это и доклады, и конкретные обращения к механизмам Комитета по правам человека, спецдокладчикам, в первую очередь по независимости судей и юристов. Это процедуры универсального периодического обзора. В рамках всех этих механизмов мы имеем конкретные, очень предметные рекомендации, критику и рекомендации со стороны специализированных этих органов о том, что Беларуси нужно принять меры изменить законодательство и изменить практику применения контрольных функций со стороны адвокатам, к адвокатуре в целом и в отношении конкретных адвокатов, которые указывались поименно, это было раньше, это происходит и сейчас. Мы будем эту работу делать и дальше. Я уверен, что эффект от этого будет наступать. не все время, не могут власти страны позволить себе такой неправовой, неправовым словом, будет сказано беспредел в отношении адвокатуры для адвокатов. И я надеюсь, что и общественное внимание, которое мы таким образом привлекаем к этой проблеме, оно тоже будет иметь влияние. И мне очень приятно, несмотря на то, что мы видим сейчас очередную такую серьезную волну давления адвокатов, но в то же время мы, пожалуй, впервые видим, как сами адвокаты, само адвокатское сообщество активизировалось в том, чтобы и говорить о своих проблемах, и отстаивать своих коллег, своих товарищей по церкви. Поэтому я надеюсь, что это трудности временны, но людям, которые пострадали, им больно и плохо уже сейчас. И это также ограничивает, кроме того, что это пострадали конкретные люди, конкретные адвокаты сейчас, но это также, мы понимаем, сказывается и на правах их клиентов, и это может и будет влиять, очевидно, каким-то негативным образом также и на то, как другие адвокаты осуществляют свою работу по защите. И это тоже предмет внимания и нашего, ну, скажем так, возмущения, присутствия, вполне законного. Еще раз говорю, без реализации, полноценной реализации адвокатской помощи невозможно говорить о качественном правосудии, о реализации права на справедливый суд. Вот. Поэтому мы будем и дальше использовать все те инструменты, которые есть, и будем творчески в их поиске. Вот. Но, как бы, мы понимаем, что основные проблемы решаются все-таки на национальном уровне, и будем этого добиваться. Может быть, очередной марш будет защита адвокатов. Адвокатский. Адвокатский. Спасибо, Олег, нашу пресс-конференцию с о том, что мы имеем очередной кризис с правами человека, и он, конечно, отличается от предыдущих своими масштабами и глубиной, я бы сказал. И одна из проблем, с которой столкнулось и правозащитное сообщество, это те пытки, которые были у нас после 9 августа, от наших незадержанных, участников демонстрации и не участников демонстрации. Правозащитный центр «Весна» зафиксировал только более 500 таких историй пыток. И адвокатское сообщество и конкретно адвокат Александр Пыльченко, который высказал свое профессиональное мнение по поводу этой проблемы, проблемы невозбуждения уголовных дел по фактам пыток или человечного прощения, стал, собственно, жертвой, можно сказать, такого давления одного из видов такого давления, которое, в общем-то, использует власть в нашей эдукаде, это решение эдукадской ценности. Пожалуйста, я сейчас предоставляю слово Александру. Спасибо. Здравствуйте. Вначале сказал, что я себя жертвой не считаю, еще не выдаст, да и трудно. Сам жертвой. И пострадавшим, как уже говорил, известный другим актером, я пострадавшим себя не считаю. Ну, скорее, мобилизованы на борьбу с тем, что происходит у нас действительно в стране и что происходит у нас с правами адвокатов, которые просто высказываются или защищают граждан в уголовных либо административных процессах. То есть это все связано с тем, на каком практически месте находится наш институт адвокатуры, какова его роль, какова его ценность для органов власти. Ну и на конкретном примере своем могу рассказать, к чему надо готовиться адвокату, если он вдруг решил дать правовой комментарий журналисту, по вопросам, которые интересуют общественность и являются актуальными в данный момент. Ну, все вы помните события 9 августа, прошли выборы в нашей стране, граждане, не согласные с объявленными результатами выбора, вышли на улицу, органы правопорядка применяют силу, значит, начали разгон граждан, при этом из видеосюжета, плаганного сюжета «Терминизованная страна» же видно и свидетельств людей, входящих с органов внутренних или сокрестина, следовало, что людей просто избивают на территории этих постучреждений, что само по себе является преступлением. Потому что можно говорить о том, есть там превышение полномочий, есть неправомерное или непропорциональное применение силы, но когда это происходит на территории, как вы понимаете, в учреждении РУБД или ЭВС, или ЦИПа, как известно кресту, то это уже не требует никакой проверки, сам факт является уже достаточным договором после того, что это было. Значит, ну и 14 августа ко мне обратился один из журналистов Турбай, журналист Турбай, вернее, как кто-то из вас спросил, что же делать в этой ситуации. Все молчат, ничего не говорят, кому не спроси, покачивают головами или просто не отвечают на вопросы. Какие полномочия должностных лиц и у каких должностных лиц? Ну, наверное, этот комментарий право вы уже прочитали, кому-то интересно. Я, в принципе, сказал тезисно и кратко, что какие полномочия Минерального прокурора и полномочия Верховного Суда, что необходимо делать в такой ситуации и в чем есть обязанность, допустим, если там работник в милиции обязан выполнять, в принципе, приказы, или там тоже ОМОН, есть, да, у него есть приказ, уже вопрос о том, насколько он правомерен или преступен, да, то есть, или это для начальства, то, допустим, Генпрокурор просто подчиняется закону, это его обязанность возбуждать уголовные дела, когда он видит соответствующие факты. Этот правой комментарий был печатан, никаких вопросов не возникло, но 7 октября этого года мы не позвонили с Минюстом, пригласили прийти за уведомлением. Я уточнился, каким? Мне сказали, что уведомление по... Почему? Уведомление. Что будет рассматривать вопрос о прекращении моей адвокатской деятельности в связи с совершением проступка и совместимую со званием адвоката и дисквизитирующим адвокатурой. Ну, поскольку мне непонятно было, зачем же я скомпрометировал, вроде нигде не вел себя ненадлежащим, то пошел наоборот с материалами. В материалах была вот эта публикация 14 августа, который брал, который напечатал в Дубай, и репортаж, частично в ОНТ, где обсуждалась вот эта публикация с этим комментариям. Все, каких-либо претензий конкретных ко мне. После этого заявлено не было, других документов не имелось. Ну, я понял, что все-таки проблема в этой статье. Значит, на 15 октября состоялось заседание по лимфрационной комиссии вопросов адвокатской деятельности в Республике Беларусь. Ну, и там пояснялись эти вопросы. Что там писалось? Почему вы пишете так, а не так? Что это за призывы? И прочее. Ну, призывы должностным лицам. В общем-то, это не призывы, это были ответы на вопросы. Может, они были достаточно краткие, тезисные, да? Кто и что может, с моей точки зрения, должен сделать при тех или иных обстоятельствах? Вот если, допустим, там вопросы по ОМОНу, то в обществе гуляло в начале что? Нет, наш ОМОН такое не может сделать. Это не они. Это, наверное, какие-то россияне приехали. Потом следующие версии. Наверное, они какие-то в бешеных глазах. Может, они под наркотическим воздействием. Может, они вышли из-под контроля. Что в такой ситуации делать? Ну, что в такой ситуации? В такой ситуации, такие подразделения надо, с моей точки зрения, не допускать. Оружу. Все, вести на момент провозить в отношении их проверку. Кто превышал полномочий, кто как взявил. Около часа привык заседания. Я, в общем-то, объяснял свои комментарии, как мне казалось, достаточно ясно и понятно. У меня были зачитаны комментарии после этой статьи. Я их, собственно, не читал. Но там был в основном молодец адвокат, правильно разложил все по полочкам. Но мисквалификационная комиссия приняла решение, сообщавшись, совещавшись с минус 20, прекратить мою адвокатскую деятельность. Должен обратить внимание, что еще до того, как я зашел в этот зал комиссии, я за них даю сообщение, что я хочу реализовать свое организационное право, предусмотрен статью 62-й, и пригласить, вернее, реализуя его, я пригласил троих адвокатов, заключил с ними договора, выдал им доверенности, и хочу, чтобы они присутствовали в этом зале. Поскольку член комиссии 17, я один, вопросы не сформулированы, в принципе, никак, к кому-нибудь, претензии тоже, это придется сходу отвечать. Такой перегрестный допрос, как рассказывают, происходит иногда в кабинетах оперативных работников, они следуют, и несколько человек допрос. Мне было объявлено, что незнаминно таких правил действуют расположения, вот, либо адвокат, либо сам адвокат, либо его адвокат. Я говорю, не адвокат, а лицензиат, или представитель. А я прошу адвоката, то, что, в принципе, производитель, чему запрещено, я могу с ним, скажем так, ходить куда угодно, если хочу. Ну, все, вопрос уже был снят, то есть в этом праве меня лишили этого права. Ну, да, и возвращаясь к этому, значит, решение было принято, причем, ну, состав комиссии, это 5 сотрудников Министерства юстиции, Генпрокуратура, Верховный суд, кто-то присутствовал, кто-то нет. По своему количественному составу число адвокатов там изначально меньше, чем других членов комиссии, значит, если все, 17, 9 и 8. То есть при форуме адвокатов все равно меньше. Ну, и сам факт, то, что работники, например, Министерства юстиции, государственных структур, там, каких-то институтов силовых, наверное, или там, ну, может, юридические университеты, там все в масках сидели, в принципе, никого не видишь, ни одного. Только с травой кто видел, а он меня. Вот. То какая может, в общем-то, быть обсуждение этики адвоката, если все вопросы решаются с точки зрения, вот, как бы, силы. То есть правоохранительный орган или органы государственные имеют большинство. В любом случае, при желании, решение будет принято не в пользу адвоката. Вот, это одно. Ну, а в конкретном случае, там еще по болезни отсутствовали адвокаты, у кого-то там, как, исключили членов с коллегией с Могилевской, по-моему, другой, кто-то не приехал. Вот. Ну, скажем, вот такое соотношение сил, что как раз-таки, опять, показывает на то, какой, кто принимает решение в отношении адвоката. Это раз. Второе. Вот такие вопросы, этично, неэтично, я резко высказался, эти вопросы относятся вообще к компетенции коллегии. Это предусмотрено законом адвокатуры. Возбуждает дисциплинарное производство, рассматривается дело. Но таких вопросов у коллегии Минско-Городской ко мне не было. 16 сентября, вот, когда вышел репортаж УНД, они обратились ко мне и спросили, Александр Владимирович, какими нормами вы руководствовались, давая комментарии. Я в двух страницах написал нормы Уголовного кодекса и других законов, которыми я оперировал, давая подобные интервью. Каких-либо претензий от коллегии моей Минско-Городской не поступило ни в плане, там, замечаний, или возбуждения дисциплинарного, или проверки, вообще ничего. Ну, и понимается, то есть коллегии эти вопросы не видят ничего, не рассматривают. Тогда Министерство Ивсицы берет на своей квалификационной комиссии просто решает вопрос, там, где регламента, ничего не предусмотрено в этом положении. Вот, взяли, рассмотрели и решили, что так. Почему? В их заключении написано там одно предложение, в принципе. То, как и тут, что я дискредитировал адвокатуру, что я совершил проступки, совместимые со званием адвоката. Сказал правду, о которой говорят в стране, и сказал правду, о которой по закону, вернее, рассказал о полномочиях, которые по закону даны должностным лицам. Вот, собственно, и все, что произошло по этому. Это показывает, опять же, положение адвокатуры. Это показывает, опять же, то, что каждый 500 раз задумается, прежде чем, скажем так, открыть урок и сказать журналисту, то, что он думает. Это не тайна следствия, там вообще говорить не может. Каждое дело приходит, сразу пишет подписку. Правда, все рассказывают по телевизору потом. Но для тебя подписка, как-то действует, по-прежнему. Но это положение ненормальное, абсолютно. И действительно, каждый раз оно при определенных политических процессах обостряется, потому что не все адвокаты могут смотреть на это как бы безразличное для равнодушия. Вот, поэтому, вот я вам рассказал такой пример, скажем, из последней нашей адвокатской деятельности. Ну, я, естественно, со своими коллегами, мы обжалуем это решение в Министерстве юстиции. И будем, как бы, проходить весь путь, который необходим, чтобы... Хотя, допустим, как бы, мы понимаем, что суды редко на это реагируют. Может, вообще и не реагируют. Я даже не знаю практики. Ну, поставим этот вопрос на будущее. Но, тем не менее, мы будем это обжаловать. Будем это публично озвучивать, эти вещи. Ну, и таким образом, надеемся, что как-то сдвинется мнение обществе или общество будет просыпаться и стараться что-то менять лучше вместе с адвокатом. Спасибо. Спасибо большое. Ну, по-моему, это очень яркий пример абсурда сегодняшнего дня, когда вместо того, чтобы возбуждать уголовные дела и женскими лицами, которым это положено делать по фактам пыток, решает лицензия адвоката, который говорит об этих проблемах и напоминает этим должностным лицам обязанности. Но, к сожалению, это не самые, так скажем, жесткие формы давления на адвокатов, которыми не сталкиваются. Нам известны уже и факты применения, привлечения к административной ответственности адвокатов, и даже к уголовной. И это, конечно, не просто привлечение к административной ответственности и не просто привлечение к уголовной ответственности. Это именно действия власти, направленные на давление на адвокатов именно в связи с их профессиональной деятельностью и оценивается нами как политически мотивированное преследование. Вот о таких фактах нам расскажет Дмитрий Леевский, пожалуйста. Действительно, инскрометарий, который на сегодняшний день, как мы видим, реализуется в отношении адвокатов, адвокатуры он богат, и мы надеемся, что личное обсуждение этой проблематики как раз-таки приведет к тому, что в последующем все те проблемы, о которых мы вам рассказываем здесь, они не будут возникать. Но, тем не менее, как сказал Валентин, действительно, не только лишение лицензии, но и другие способы давления сегодня мы отмечаем. К счастью, Максим Знак, о ситуации, о которой я буду говорить, не привлечен к уголовной ответственности, я надеюсь, никогда не будет к ней привлечен, но, тем не менее, то, что сегодня происходит в отношении Максима Знака и уже происходит на протяжении полутора месяцев, открывает для нас новую грань ограничения права на выражение профессионального мнения. Значит, Максим Знак, я думаю, что в целом вы с этой ситуацией все знакомы. Максим Знак, адвокат, член Минской областной коллегии адвокатов, был 9 сентября задержан и заключен подставку. В момент задержания он находился в офисе штаба Виктора Бабарита, до задержания никаких ему претензий от каких-то госорденов не поступало, никаких подозрений не выдвигалось. В момент задержания он, скажем, непосредственно после задержания прошли обыски, и вот с тех пор Максим находится в следственном законе, уже почти полтора месяца. В момент задержания ему были выдвинуты подозрения, в последующем эти подозрения трансформировались в обвинения, обвинения по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса. Конкретно, если обратиться к формулировке Уголовного кодекса, это публичные призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности, которые совершены с использованием средств массовой информации, либо глобальной сети интернет. То есть, некий бесказы. Значит, таким образом ситуацию мы можем рассматривать в двух аспектах. Во-первых, самообвинение, во-вторых, заключение под стражем. Если говорить про обвинения, то, наверное, самый важный момент, который надо отметить, это то, что до сих пор, а как я вам уже процитирую, обвинения сводятся к неким публичным призывам, публичные призывы это высказывания, до сих пор ни в обвинении, ни в ходе каких-то других функциональных действий конкретные высказывания не выдвинули Максиму Знаку. То есть, мы не знаем, не ясно на сегодняшний день, какие именно высказывания с точки зрения следствия расцениваются как преступные. Но мы разными процессуальными путями пытались добиться конкретизации, этого не удалось. И более того, скажу, что не так давно защитой Максима Знака был инициирован допрос, ну, мы попросили провести допрос по публикациям, по высказываниям, которые следствие считает противоправными. В общем, и в этом плане тоже наше ходатайство не увеличалось успехом. Значит, мы проанализировали всю публичную риторику Максима Знака и мы пришли к выводу о том, что все его высказывания на предконференциях, на видеостримах и в других его публичной риторике это изложение правовой позиции, изложение правовой позиции адвоката. Получается, что если изложение правовой позиции привело к предъявлению обвинения за высказывание, то цель этого обвинения заставить адвоката Максима Знака не выражать публично эту правовую позицию. То есть, выражаясь международной правовой терминологией, заставить замолчать. И уже на стадии анализа обвинения мы приходим к выводу, что такое вот уголовное преследование, оно несовместимо с свободой выражения мнения и с реализацией кондиционного права на выражение мнения, которое предусмотрено через третью статью Конституции. Если же анализировать аспект заключения по стражу, то есть применения меры пресечения, то здесь мы также наблюдаем проблему, потому что, как мы уже сказали, характер обвинений – это не какие-то насильственные действия, это не какие-то действия, которые необходимо пресечь для того, чтобы общество чувствовало себя в безопасности. Это высказывания. Более того, в руководстве с логикой следствия, коль скоро это некие публичные высказывания, то они уже состоялись и где-то зафиксированы. То есть, по большому счету, нужно их только оценивать. И, соответственно, характер обвинения здесь не дает оснований для того, чтобы изолировать человека от общества. Но, допустим, есть ли какие-то факты, какие-то обстоятельства, на основе которых можно было бы считать необходимым изоляцию максимума знака от общества. В уголовно-профессуальном кодексе такими фактами, как правило, признаются действия, направленные на то, чтобы скрыться, как-то помешать расследованию. Но и таких фактов со стороны Максима Знака не допускалось. Более того, своим поведением демонстрировалось совершенно противоположное, потому что, как мы знаем, и это было достаточно широко освещалось СМИ, 21 августа Максим Знак был вызван на допрос в СССР в качестве свидетеля и, собственно говоря, вызывался телефонным звонком, явился, принял участие в коррессуальном действии, заявил и готовность являться, в общем-то... То есть, ни характера объединения, ни какие-то обстоятельства не давали основания выбрать самую жесткую меру пресечения. Причем я хочу еще на что обратить внимание. С точки зрения белорусского права обвинение по 361 статье это менее тягкое преступление. То есть, здесь нельзя по мотивам так называемой одной тягости заключать под стражу человека. Соответственно, если заключение под стражу не обусловлено какими-то действиями со стороны самого обвиняемого, если характер обвинения не подразумевает необходимость его срочно изолировать, то мы считаем, и с точки зрения международного права, это расценивается как произвольное заключение под стражу. Значит, опять-таки, которое приводит к невозможности Максима Знака публично выражать правовую позицию. Таким образом, анализ всего того, что мы видим, позволяет говорить, что и обвинение, и заключение под стражу приводит к тому, что человек трачивает возможность выражать публично правовую позицию. Почему здесь мы говорим про правовую позицию? Потому что характер высказывания Максима Знака это правовое разъяснение. И его доверителями, как многие, наверное, знают в разное время, являлись Виктор Бабарико, Светлана Тихановская. И, соответственно, это абсолютно нормально, когда адвокат в публичной риторике продолжает позицию своего доверителя по какому-то правовому вопросу. Если доверитель оспаривает результаты некой процедуры, в том числе выбор, то и адвокат в публичной риторике также не может отступать от позиции своего клиента. Поэтому, подводя к некий итог, некую черту, получается, что пример преследования Максима Знака это пример, когда свободное выражение профессионального мнения, правовой позиции вот привело к уголовному преследованию исключения по стражу. Это очень опасно не только с точки зрения того, что в отношении самого адвоката Максима Знака данные действия совершены, они неправомерны, но и уже продолжая то, что сказал Александр Владимирович Пыльченко, это может воздействовать на адвоката в целом. То есть, это приводит к самоцензуре. И особенно в совокупности с тем, что мы находимся под подпиской неразглашений, даже если бы... То есть, я не могу, например, огласить то обвинение, которое предъявлено. Соответственно, каждый из адвокатов может предполагать, что какие-то абсолютно ординарные высказывания, ну, как они, в принципе, были все у него ординарные, привели вот к таким последствиям. Именно поэтому мы должны об этом говорить, и чтобы этого всего не происходило. Спасибо. Большое. Но, кроме всего прочего, адвокаты очень часто сталкиваются с другого, под препятствиями в осуществлении своих деятельностей по административным делам, по уголовным делам, как и, в общем-то, их клиенты очень часто сталкиваются с противодействием в оказании им правовой помощи. И мы знаем, что очень часто практикуются и допросы в отсутствии адвокатов, и какое-то непроцессуальное общение. Очень часто сейчас стали модными показы задержанных по телевидению, в которых они там просят прощения, извинения. И, в общем-то, все это происходит, конечно, опять же, в отсутствии адвокатов. Вот по этим, в целом, комплексу таких вот проблем, исходя из даже СССР, пожалуйста, Сергей Градский. Добрый день. Ну, если говорить об административном процессе, то на сегодняшний день, на мой взгляд, очень-очень много нарушений в административном процессе имеет место, в том числе нарушений прав адвоката на полноценное оказание юридической помощи. Например, ну вот сейчас, допустим, смоделировали ситуацию, когда гражданин какой-то задержан, и вот, начиная от процесса задержания, заканчивая процессом обжалования его основания в административном деле, мы можем посмотреть, какое огромное количество нарушений происходит. Если мне позвонил клиент, либо родственник клиента, и говорит, что его задержали, то первое, то есть мне нужно куда-то поехать, чтобы оказать ему юридическую помощь, чтобы участвовать в административном процессе. И первый вопрос, который себе задержал, а куда? Мне позвонили родственники, говорят, задержали. И я просто не знаю, куда ехать, потому что у нас там 9 РОБД в Минске, какое РОБД его привезли, я не знаю. И если этот клиент сам не выйдет на связь, то административный процесс начнется без моего участия, составят протокол, его отвезут в ВВС, собственно говоря, дальше его ждет в суд. Очень редко, когда клиенты, на самом деле, получают возможность сделать телефонный звонок, чтобы им дали возможность сообщить, где он находится. Даже если я знаю, где находится клиент, я приезжаю в РОБД и стою под дверями этого РОБД, пытаюсь звонить в звоночек и стучаться, требовать, чтобы меня пустили к моему клиенту. А мне говорят, знаете, а у нас в дежурной части информации об этом в вашем клиенте нет, у нас его нет. Это просто потому, что те, кого привезли, их не проводят через дежурную часть и не оформляют через дежурную часть, а просто держат там в окном зале, в гараже, просто в кабинетах. И только после того, как они будут оформлены, их возможно оформить через дежурную часть или сразу же завезут в ВВС. И поэтому я буду стучаться в дверь и говорить, пустите меня к моему клиенту, а меня не будут пускать к моему клиенту. Вот за все это время, начиная с августа 2020 года, мне удалось попасть только в наше знаменитое Ордябрьское РУВД, только потому, что там находились журналисты. Больше мне, сколько я ни пытался, никуда попасть не получили. Знаю, мои коллеги некоторые были более счастливыми, и несколько адвокатов все-таки пустили в другие РУВД, но это скорее исключение, чем правило. И поэтому в большинстве случаев на начало административного процесса, то есть тогда как бы составляются протоколы, когда разъясняются все права, мы, адвокаты, не попадаем. Дальше, после того, как клиента задержали, оформили административное, протокол административного правонарушения, протокол административного задержания, его везут в ВВС. Мы пытаемся попасть в ВВС, и шанс попасть в ВВС еще меньше, чем шанс попасть в РУВД, потому что там у нас коллег. Причем, если здесь есть разрешение следовательства для РУВДшника, то мы туда замечательным образом попадаем, все окей, но без разрешения мы туда не попадаем. Поэтому, собственно, в следующий раз, когда у меня возможно появится возможность встретиться с клиентом, будет только суть. Таким образом, мы видим, что ни в ВВД, ни в ВВС я клиенту не попадаю, чтобы попытаться вступить в административный процесс. Так обычно проходит мой вечер, когда мне говорят о том, что клиент задержан. То есть, вероятнее всего, я потрачу 2-3 часа времени в попытке встретиться со своим клиентом. Эта попытка будет неудачная. И я знаю, что на следующий день мне предстоит еще одна замечательная история. Найти клиента, найти тот суд, который будет рассматривать дело в отношении моего времени. Потому что, если мне не было известно ВВД, который оформляло производство, мне, соответственно, неизвестен тот суд, который будет рассматривать все это дело. Я знаю, условно говоря, что клиент находится в ВВС, потому что либо я, либо родственники приехали и мне сказали, что он в ВВС. Поэтому один из судов Минска будет рассматривать это дело. Что я делаю? Я отправляю уведомления во все 9 судов с информацией о том, что я защитник, и, пожалуйста, пустите меня к моему клиенту, дайте возможность убийствовать. Если я знаю, какое РУВД оформляло производство, то по идее, теоретическому, районный суд, который связан с этим РУВД, должен будет рассматривать это дело. Теоретически, потому что на практике не всегда получается. Реальный кейс в прошлое воскресенье мне звонит клиент, говорит о том, что его маму задержали, Ленинское РУВД оформляет производство. Мы приехали в РУВД, полтора часа он простоял, меня туда не пустили, но мы точно знаем, что она в РУВД. Потом, собственно говоря, даже сыну об этом рассказали, дали возможность передать передачу, и увезли ВВС. По состоянию на вечер воскресенье она была ВВС Минска. И, соответственно, я с чистой совестью утром в понедельник отправляю уведомление в суд Ленинского района о том, что я защитник этого клиента и жду, пока они меня, а мне позвонят и скажут, приезжайте. Вторая половина дня мне еще никто не звонит, но думаю, ладно, у них есть второй суток, чтобы рассмотреть дело, у нас не всегда в понедельник рассматривают дела в отношении всех, кого задерживают расписи. И тут звонок от сына клиентки, говорит, здравствуйте, а мы едем уже, клиентку замечательным образом утром из Минска перевезли в Жодино. И, соответственно, то уведомление, которое я отправлял в Ленинский суд о том, что я прошу не пропустить меня в участие в процессе, оно никаким образом не сыграло, потому что суд рассматривал дело не Минский, а Жодинский. Таким образом, у меня не получилось вступить в процесс ни в РОБД, ни в ВВС, ни в суде. Если мне удается вступить в процесс в суде, то у нас следующая проблема возникает, очень важная проблема, это право на конфиденциальное общение пока-то со своим клиентом. Я нахожусь в суде, клиент находится в ВВС, у нас общение идет по Скайпу. Оставим сейчас за скобками то, что ведение процесса по Скайпу не предусмотрено социально-исполнительным кодексом по ВВС кассивным полонарушениям. Это сейчас не самое главное. Но, когда я общаюсь с клиентом, в зале судебного заседания остается секретарь, который присутствует рядом со мной, а в ВВС рядом с моим клиентом находится медзирация, там есть сотрудник органов внутренних дел. И таким образом, у нас происходит конфиденциальное общение с клиентом. До этого, до того, как пообщаться с клиентом, я ознакомился с материалами дела. Несмотря на то, что процессуальный исполнительный кодекс разрешает мне делать копии документов, мне в том, чтобы сделать копии документов, судья отказ. Формально она имеет на это право, поскольку кодекс говорит о том, что делать копии разрешено с согласием органов ведущих процессов. Но в то же время, поскольку такой запрет ничем не мотивирован, мы рассматриваем это как вмешательство в права адвокатов и нарушение права адвокатов. Почему нам отказывают в фотографировании материалов дела? Лично для меня этот вопрос абсолютно очевиден. Учитывая то, каким образом составляются дела об административных правонарушениях, именно поэтому нам не дают с ними знакомиться. Вчера я рассматривал, участвовал в деле в одной статье. ieren вернулась